Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео-стратегия в борьбе с раком. Как победить рак и как не заболеть этой страшной болезнью. Рак – это группа болезней, которая уже давно вышла на первое место среди всех болезней по массовости и смертности. Лет через 10 разные формы рака опередят сердечно-сосудистые и иные массовые заболевания в несколько раз. Рак все продолжает молодеть. Почему все это происходит? Я говорил в своих нескольких лекциях по онкологии. Список этих лекций я дам для вашего просмотра прямо под этим видео в описании. И еще лучше не допускать рак, чем потом его сложно и долго лечить, когда уже процессы запущены. А не допустить рак шансы есть и немалые, но для этого нужно приложить труд и убрать многие вредные привычки и зависимости. Да, иногда хирургические операции действительно необходимы. И химия, и лучевая терапия тоже важны, так как потом после химии и операции убрать оставшееся количество раковых клеток проще, чем до, когда их гораздо больше. Но решение по операции должен принимать сам человек, сам больной. Он хозяин себя, а не его лечащий врач. А вот задача врача объяснить пациенту полно и логично, что, зачем и почему, насколько нужна сейчас операция, каковы шансы, что она даст в конечном счете и так далее. То есть совместно с врачом нужно принять решение дальнейшего лечения. Химиотерапия действительно уменьшает до 30-40% количество раковых клеток. То есть уменьшает размер раковых опухолей. Некоторые вообще убирают. Но химия это и убийство организма, иммунитета. Это палка о двух концах. И хорошо, что именно здесь точно есть выход. Это грибные препараты двух высших баздиальных грибов. Санхван и Трометес. Которые и усилят действие химиотерапии. И не дадут убить иммунитет от химии. Защитят его. Как применять? Что будет происходить? И на другие вопросы я отвечаю подробно в моем видео. Которое называется «Общие принципы лечения онкологии». Посмотрите это видео потом. Причин возникновения рака много. Она не одна. Главная из которых это грибки микромицеты. То есть дрожжевые, плесневые, низшие грибки. Которые рано или поздно берут вверх над организмом. Хотя это и генные мутации. По многим причинам возникающие. В том числе по причинам отравления организма тяжелыми металлами. Радиацией, то есть радионуклидами. Но одной из главных первопричин. Самых массовых первопричин. Является накопление в организме кадаверина, патрицины. И других трупных ядов и гнойных токсинов. Вследствие потребления людьми. В больших количествах высокомолекулярных белков. В первую очередь мяса. И других продуктов животного происхождения. Просто в наши дни. Факторов провоцирования онкологии. Гораздо больше, чем скажем было лет 30-40. Тем более 50 назад. Потому и учитывать в наши дни. Нужен каждый фактор. Каждый объективно действующий фактор. Грубо говоря, 100 лет назад могло пронести. Сейчас нет. В этом же видео я поясню все иные меры. Направленные на недопущение и на борьбу с раковыми опухолями. Поясню вам комплексные меры. Дам вам общие сведения и стратегию борьбы. Итак, перерождение. Мутации начинаются в клетке. Рак зарождается в митохондриях. Вот еще почему так пристально сейчас ученые всего мира изучают митохондрии. А вот как их активировать, пробудить спящие митохондрии, усилить, я говорил в прошлом своем видео. Вот в этом. Клеткам всем нужен жизненно необходим кислород. Раковые же клетки формируют топливо без кислорода анаэробным путем. Раковые клетки бессмертны и делятся сколь угодное количество раз. И быстро, неудержимо. И они потребляют глюкозы в качестве главного источника энергии для себя в десятки раз больше, нежели любые другие соседние родные клетки нашего организма. ПЭТ-КТ сканирование тому доказательство. И показывает сверхвысокий метаболизм глюкозы раковых клеток. Когда радиоактивную глюкозу добавляют и потом просвечивают, видят где горят огоньки. Это скопление глюкозы в десятки раз больше концентрации, чем в соседних клетках. Глюкоза и вообще сахара это пища для раковых клеток. И потому жизненно важно убрать полностью сахар из рациона питания человека. То есть убрать главный источник энергии для ускоренного быстрого метаболизма раковых клеток. Также нужно снизить потребление белков. Подробнее я все это поясняю в своем видео сахар и рак. А можно ли уморить раковые клетки голодом? Да, есть такие случаи. Это надо изучать. Но я не советую этот метод. Можно сжечь все свои резервы и не набрать новые. Особенно, когда человек уже истощен. Вопрос по соде. Нужна ли она? Смотрите обязательно мое предпоследнее по дате выхода на моем канале видео о соде. Вот это. В нем я рассказываю о последних научных открытиях в данном вопросе. И действительно, но только сверхнизкие дозы соды желательны. Треть чайной ложки на полстакана теплой воды. Но не надо гасить соду кипятком категорически. Почему я объясняю вот в этом своем видео. И действительно, щелочная среда подавляет рак. Еще Отто Варбург это подчеркнул, видел и описывал. Об этом тоже есть у меня видео. Ванны содово-солевые очень хороши и полезны. Их применять можно. В том видео про соду я тоже об этом рассказываю. Что же касается Аконита, АСД-2, Тедикампа и других аналогичных средств. Например, больших доз пижмы. Все это иногда помогает, но далеко не всем. Но шумиха из-за этого огромна. Но тут нет никакой гарантии. Это пальцем в небо. Помочь может одному из ста человек. Но только время можно потерять. Поэтому не советую. Нужен системный подход, который учитывает все. Только самое важное и надежное. Только реально действующее. Причем на любого человека, а не избирательно, кому повезет. Ацетилкофермент А это очень важный элемент в борьбе с раком. И этим сырьем для мембран могут быть только кетоны. Переход на кетопитание, но на веганское кетопитание очень важен. Ранние признаки рака совершенно далеко не всегда объективны. И можно их установить и понять. Конечно, это и усталость, и бессонница. Хронически больное горло, раны на теле, не заживающие и плохо заживающие. Кровь в кале, в моче могут говорить о раке, но и могут говорить о многих других болезнях. Но, конечно, надо провериться. Стоит это, по крайней мере, сигнал. Постоянно высокая температура, да, характерный признак. Однако это и указывает на какие-либо разные воспалительные процессы в организме. Осмотр кожи на предмет меланомы и так далее также важен. Нет ли новых каких-то родинок, как вы их считаете родинками, или кератом и так далее. И это все нужно проверять, смотреть периодически. Что касается генетической предрасположенности, то это не наследственность какая-то, как правило. А привычки семейные, в питании, которые вызывают рак. Вот и все. Раковые клетки питаются сахаром. Помните это. А любимые их аминокислоты это глицин и глютамин. Поэтому смотрите продукты, чтобы в них не было, либо было ничтожно малое количество этих двух аминокислот. Раковые клетки часто ведут себя как макрофаги, поедают Т-клетки, тромбоциты, эритроциты. Интервальное голодание 6-18 запускает защитные силы организма, укрепляет иммунитет, усиливает процесс аутофагии, то есть саморазрушение и переваривание клеток, старых клеток больных. Вообще голодание это хорошая профилактика рака. Желательно периодические, длительные голодания, но к ним надо правильно подготовиться. Посмотрите мое видео «Лечебное очищение и голодание». И конечно же видео «Аутофагия». Еще раз, сахар категорически исключить. Не более 25-30 грамм чистой глюкозы, фруктозы, сахарозы в сутки, как бы выжатой из всех продуктов, съедаемых человеком за сутки. Это надо считать. Провоцирующие факторы это ГМО пищи, это рентгеновское излучение, это химия в еде. Много вредных факторов действует на нас с вами сейчас, в наши дни. Подробно я это объяснил в моем видео «Девять причин болезней». А если противораковая еда, конечно, это зеленая пища, это хлорофилл. Это мое видео «А что же тогда есть?». Если противораковые важные добавки, это тот же Т8-экстра препарат или его аналог Витофлорель-К, который содержит полипринолы, и я объяснял, как это влияет на митохондрии и на раковые клетки. Это куркума с черным перцем. Это дегидрокварцетин, сильный антиоксидант. Знаете, что страх и стресс активируют рак? Очень часто у людей возникает активная форма уже рака после сильных и длительных стрессов. Это действительно объективный фактор, и он как триггер часто запускает моментально, порой, молниеносно развитие онкологии. Солнца избегать не надо, если, конечно, у вас нет проблем с кожей и меланомой. Разумеется, никакого алкоголя и табака, ни капли, ни грамма, никогда. Органическая пища нужна. Геномодифицированная гарантированно вызывает рак. Витамин В3 очень важен. Принимать его надо взрослому человеку 10-15 тысяч МЕ, то есть международных единиц в сутки. Wi-Fi, сотовая связь, вышки, ретрансляторы. 3, 4, 5G это страшнейшие онкогенные факторы. Доказательства, пожалуйста, смотрите в моих видео, хотя бы вот эти последние два моих видео на эту тему непременно посмотрите. А под теми видео вы увидите ссылки на исследования и наши отечественные, и американские, и так далее, и так далее. Но защита объективно есть. Посмотрите те видео, поймете. Под видео ссылки на нейтроники тоже будут даны. Итак, исключить сахар. Не более 25-30 грамм в сутки из всех съедаемых продуктов в день. Потреблять надо в идеале органическую пищу. Чеснок есть нужно, он необходим, он сильный противораковый фактор. Корень крапивы, да и вообще все части, и листья в том числе, это сильное противовоспалительное средство. Заготавливайте и потребляйте. Нет возможности, есть всегда на нашем сайте nadgar.ru молекулярные сушки порошки листьев крапивы. Очень многие виды рака мигрируют в печень, легкие и кость. Я говорю о метастазах. Это часто бывает после операции. После биопсии. Поскольку раковые клетки бурно реагируют своим ростом на любое вмешательство, на любую агрессию к ним, на любое повреждение своих раковых клеток. Рак часто возникает в тех местах, где были какие-то травмы, особенно многократные. Рак мигрирует в область воспалений, поэтому убирайте очаги воспалений, которые у вас есть в организме. Для этого нужно как минимум убрать три группы продуктов из рациона питания, которые вызывают воспалительные процессы. Какие это три группы продуктов? Во-первых, это высокомолекулярные белки животного происхождения. Во-вторую очередь, это высокомолекулярные белки на уже растительном происхождении под названием белки лектины. Самый известный из них это глютен, но их около ста таких белков. Это семейство посленовых, помидоры, баклажаны, перец, картош, которые надо убрать полностью. Это бобовые, из которых можно оставить только чечевицу, скажем, на пару в скороварке, но не другие бобовые. И это злаки, семена псевдозлаки, производные из них, то есть каши, мюсли, крупы. Оставить можно пшено или льняную кашу, или сорга проса, но это мало кто ест. Но вот одно исключение, вернее два, их надо проращивать. Это семена маранта и семена брокколи, но брокколи есть только вершки, то есть проростки. Посмотрите непременно мое видео про брокколи. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление. Они очень нужны и важны. Водородная вода жизненно необходима. Я всегда рекомендую в последних своих лекциях о воде книгу доктора Гарбузова «Ионы водорода лечат рак». Непременно прочтите, но вы можете посмотреть все мои видео о водородной воде. Хотя бы вот это последнее под названием «Водородная вода, живая вода». Приборы, которые генерируют водород, необходимы только безопасной. Никаких дешевых с Алиэкспресса и так далее. Не ведитесь вот на эту халяву, ее не бывает. Здесь цена этой халявы – жизнь, порой и смерть. Потому что никогда дешевые генераторы водорода реально, на самом деле, а не по надписям на сайте, не покрыты несколькими слоями платины. Она очень дорога, никто этого не делает. А если любые металлы, где идет процесс электролиза под воздействием токов, любые металлы, кроме платины, выделяют атомы с себя в воду, и поэтому человек постепенно травится тяжелыми металлами. Что называется, одно лечит, другое калечит. Не могут эти приборы стоить 5, 10, 15 тысяч. Это невозможно. Не хотите делать глупости и себя убивать? Прибор Neopen – лучшее, что существует в мире. Безопасный прибор, эффективный прибор, европейской сборки. Ссылка на него будет в описании вот под этим видео. А водородная вода – да, это процентов 20-30 к успеху. Только один этот фактор. Кето-питание процентов 20-30, водородная вода. Все остальные факторы – это 1, 2, 3 процента. Но каждый процент здесь жизненно важен. Каждый. Учитывайте все факторы, их совокупность. Как не заболеть раком? Это профилактика. Она сейчас жизненно необходима каждому человеку. И не важно, какой у вас возраст, и какое у вас в данное время состояние здоровья. Так вот, профилактика – это все то, о чем я говорил. Плюс к тому профилактика – это прохождение 2 раза в год хотя бы, по 2 месяца. Профилактической программы грибной терапии. То есть я говорю о маркерном курсе, куда входит гриб веселка водорастворимой формы, гриб шитаки водорастворимой формы, гриб рейши и свечи веселкой шитаки. Как что принимается? Подробно я рассказываю в своем видео общие принципы лечения онкологии. Ну а теперь вот список рекомендованных видео. Это видео сахара и рак, мои лекции про Аута Варбурга и открытие его коллег-ученых-онкологов. Это видео про кето-питание, про Wi-Fi, сотовую связь, онкологию, причинно-следственные связи. И прочие-прочие вот эти видео, о которых я говорил, ссылки на которые будут в описании под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, досматриваете. Ну и сейчас завершение буквально на 2 минуты. Реклама от меня моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры. Ну, ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание, нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.